всем привет меня зовут настя воинская и тема сегодняшнего ролика это кофейный молочный коктейль я убеждена что в современных кофейнях помимо хорошего классного кофе должны быть какие-то сопутствующие напитки потому что ваша аудитория это не только те кто любит фильтр эспрессо у них есть дети у них есть друзья которые не любят кофе поэтому на мой взгляд в современном кафе кофейне ресторане помимо какого-то упора на один продукт должны быть еще те позиции которые вы продаете дополнительно может быть в меньшем количестве но они должны быть не хуже по качеству вашего основного продукта если вы ресторан который делает мясо у вас есть классное вино и хороший кофе если вы кофейня то у вас должны быть хорошие качественный чай хороший какао и хорошие молочные коктейли если вы их вводите минимум наш канал кофейный поэтому молочный коктейль мы будем тоже делать кофейным пробовала раньше молочные коктейли с эспрессо с фильтром но если честно мне такой формат возможно нравится но он не всегда потому что если эспрессо немножечко уходит в сторону горечи или само зерно имеет такую яркую активную горечь что это супер чувствуется в сладком десертном молочном напитке и меня как будто это смущает и с эспрессо я не очень люблю сочетанием мне иногда нравится формат афагатта возможно да вы его встречали это когда мороженое заливают одним шотом эспрессо без молока и не соединяют это в какую-то единую массу в такую общую есть рецепт на канале посмотрите то есть вы сначала едите десерт потом это постепенно все тает смешивается и уже получается такой полу напиток я решила вам показать и познакомить вас с коктейлем который случайно появился в моей жизни на первой работе мы с ребятами так развлекались и делали себе вне меню такие летние напитки и как-то он так прочно вошел в мою жизнь что почти каждый летний сезон раз или два я готовлю его себе друзьям интересно что моя подруга и коллега она сейчас живет в гамбурге и даже там она готовит эту вариацию то есть настолько это удивительный напиток своей простоте приготовления вы легко это можете повторить дома у нас нет кого-то супер специального оборудования сегодня но вкус у него будет потрясающий что нам потребуется для приготовления классного молочного коктейля кофе молоко мороженое кофемолка и миксер либо домашний блендер настаиваю и призываю вас заботиться о качестве ингредиентов потому что конечный вкус напитка будет напрямую зависеть от того что вы выберете в его состав у нас сегодня вкусное качественное молоко от наших партнеров компании виола хорошее мороженое здесь сейчас на столе выдающийся кофе но это просто стечение обстоятельств что есть гейша из боливии от ребята стести кофе вам важно выбрать тот лот который не будет горьким тяжелым наверное я бы отказалась от робусты потому что казалось бы да что молоко и мороженое могут все перебить но на самом деле в конечном напитке особенности теруара вот этих кислотности аромата они будут очень хорошо считываться потому что небольшая но экстракция происходит во время того как мы кофе замешиваем в миксере сумме получается всего лишь три ингредиента мороженое молоко кофе предлагаю приступать начнем со смалывания кофе я буду смалывать на ручной кофемолке потому что мне надо всего лишь пару грамм если вы решите например вводить этот напиток в меню не просто дома себя побаловать и близких а как-то интегрировать в работу кофейне то может быть стоит подумать о заранее там не знаю пяти граммах например пред смола он в течение дня будет выдыхаться чуть-чуть но не так сильно и это будет не так критично для того чтобы частички не мешали дегустации лучше выбирайте тонкий помол такой близко к турке уже кофе готов накладываем в блендер мороженое на объем бокала около 300 миллилитров давайте возьмем 100 грамм на 100 грамм мороженого использовать будут 120 грамм молока я очень люблю когда молочные коктейли плотные тягучие имеют такую сливочную нежную текстуру мне не нравится когда они водянистые и еще знаете так бывает что вы поставили и он прям проседает то есть есть такая пузырчатая воздушная пена а внизу там где-то жидкое молоко с сиропом например засыпаем наш последний ингредиент один из самых главных полтора грамма кофе очень мелкая фракция все осталось только взбить до однородного состояния начну на маленьких оборотах чтоб мне ничего не расплескалась потом увеличу проверяем что консистенция однородная без кусков будет очень зависеть какая мощность вашего блендера или миксера и плотность мороженого которое вы выберете от этого время взбивания может варьироваться поэтому наблюдайте сами и проверяйте этот момент все коктейль готов переливаем аккуратненько принято подавать молочные коктейли с трубочкой если хотите да можно при подаче чуть-чуть еще кофейной крошкой сверху присыпать для того чтобы такой контрастность между белым и коричневым создать важно держать в уме что я сейчас сделала на домашнем довольно простом миксере если вы будете брать этот напиток в кофейню рассмотрите варианты с профессиональным миксером который будет замешивать вам не надо стоять держать кнопку проверять консистенцию то есть вы вставляете стакана смесительные взбиваться и все происходит за какой-то промежуток времени напиток готов давайте пробовать так ну мне вообще очень нравится но я предвзято я довольно давно его делаю что я хочу сказать что все мои друзья коллеги кому бы только не давала попробовать этот напиток даже если они были какими-то супер профи в кофе они все равно удивлялись потому что здесь абсолютно нет горище которая вылезла бы если мы готовили с прессом здесь нет разбавления водой да если мы готовим фильтр у него все равно жидкая текстура напиток разбавляется он уже не имеет вот эту плотную тягучую текстуру но при этом всем здесь есть очень яркое ощущение кофе как в аромате так и во вкусе и что самое интересное здесь даже террор прослеживается если кофе кислотный здесь будет читаться кислотность если кофе ореховый здесь будет читаться ореховость ну чисто кайф вообще друзья если вы вводите напитки в меню делайте это хорошо я желаю вам вкусных молочных коктейлей дома пишите в комментариях получилось ли у вас повторить его или вы придумали что-то свое и смотрите наш канал показываете его своим друзьям спасибо вам большое и до новых встреч пока пока а